Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новинкую серию прохождения Need for Speed Pro Street. И знаете, друзья, я хочу с самого начала сказать вам... Вот знаете, я вам доверя... Нет, доверяю это немножко даже не то, хотя, конечно, ну, блин, я не знаю просто, ну, это немножко не то. Я имел в виду, что я вас верю, вот будет правильнее так сказать, потому что я записываю эту серию сразу же после окончания записи прошлого. А я напомню, что вчера, вы это видите, для меня это еще... Я еще просто не выложил эту серию, я помните, наверное, ну, должны вы это помнить, смотрели предыдущую серию, я просил набрать 15 тысяч лайков, и нас ожидала бы с вами неделя Pro Street. И вот я верю, что мы набрали, и поэтому заранее записываю эту серию, и вы ее уже вот смотрите, потому что я знаю, что мы наберем эти 15 тысяч лайков. Так что, друзья, могу всех поздравить с началом недели Pro Street, поэтому можно и эту серийку тоже поддержать Лукасом. Итак, друзья, в общем-то, стоял вопрос в прошлой серии, стоит ли... А, ну да, только у нас будет конфигура... Ну, мы пока вообще не трогаем, пусть она стоит, пылиться, как говорится, пылиться, как говорится, нормально. Вопрос стоял в том, сливать ли 350z. Ну, так как я опять же говорю, я записываю эту серию сразу же после записи предыдущей, еще не знаю, что вы писали, поэтому я ее сегодня не трогаю, а вот в следующей серии мы решим судьбу ее. В принципе, ничего не трогаем, ничего не тюингуем, все нас устраивает, продолжаем проходить, и сегодня нас ждет, друзья, вот это вот, финал Аутополис. 40 тысяч за лидерство нам дадут, здесь у нас и гриф, и драг, и дрифт. Нету, кстати говоря, скоростных гонок, но и ладно. Самое главное есть веселый драг и не менее веселый дрифт. Булкин Кейс Ведь Булкин Кейс Заебись Пока Семенович пиздит колесо, Заходи на Булкин Кейс и во всем сам убедись. Ссылочка в описании. Блять, опять этот гнусавый тип. Так вот, дрифт и драг, я думаю, это самые любимые режимы. Так, так, опять этот, блять, черт приехал. Какой он король, блять? Вон у меня челка, блять, на правом глазу, он же нихуя не видит, совершенно. Какой это король? Сейчас бручник на ланцере дергать и какой-то хернёй заниматься. Чё он там? Мне показалось, он факт в камеру показал. Нормально вообще, пацан? Злой какой-то, блять. Не, не люблю таких, не люблю. Надо его быстрее уже порвать, наказать. Да, блять, король нахуй. Ну да. Такое себе, если честно. Такое себе, ребят, такое. Поэтому надо наказывать этого короля уже побыстрее. Так, ну что, начнём, я думаю, с разминочки, с драга. Чевели СС пока что, да. Напомню, что мы Супру выиграли в прошлой серии. И потом в дальнейшем мы её построим для драга. Тем более, говорят, она прям хороша. Пока нас Чевели СС полностью устраивает нас. И, в общем-то... Чевели СС против Чевели СС, друзья. Смотрите, какая у нас юбка пиздатая. Точнее, юбка, а сплитер такой спереди. Губа, губа. Губонька, блять, губонька. Так, ну давай, давай, нормально сейчас зацеп. Поймаем и... Да, 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 гнусалым... Да, 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 блять. Так, ну что, пацаны, вилли? Ну такой, не самый лучший старт. Не самое лучшее переключение. Куда он, сука, съезжает постоянно? Алло! Тихо. Тихо, держись, малыш, держись. Всё нормально, надо стабилизироваться. Просто надо чуть-чуть аккуратненько. Ой, какие-то 10-22 лучшее время. Фрэнк Бук. Сейчас бы книгой быть и... Ну такое. Да, друзья, и сегодня... Да, я думаю, мы пройдём этот финал. Потому что он не очень длинный вроде как. Ну сейчас посмотрим, короче. Постараемся ещё сегодня пройти дрифтовый чемпионатик один. Точнее, уикенд. Который отдельно по дрифту у нас. Пройдём там все гонки. Как вы знаете, я... Сам, и не могу пропускать лишний дрифт. Мы его в любом случае захватим. Потому что это... Да, блядь, ну что же у меня пережим постоянно идёт? Ну меня бесит уже самого. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я только сейчас что-то посмотрел. Что-то как-то Чевели уже, знаете, его как-то постоянно куда-то сносит. Он постоянно хочет меня убить, блядь. Машина реально какая-то дерзкая, блядь. Как пуля резкая. Что-то какая-то она прям вообще прям бешеная. Так, ну что? Садатаки Уесима? Сильвия с 15 для драга? Ну такое! А чё по цвету? А у него наклейка дрифт. Это нормально вообще? То есть пацан ещё типа не определился. То самое ощущение, когда купил сливу и думаешь, блядь. То ли использовать по назначению и валить боком, то ли поехать на драг как бы и... Ну да. Может быть у него вся... Одна тачка на все гонки, поэтому... Ой-ёй, хорошо сейчас. Блин, да что? Я в зелёной зоне переключил, а как-то... Как-то не особо зашло. Но сейчас, я думаю, будет лучшее время в любом случае. Это... 8.09, пацаны! Практически с 8 секунд выезжаем. Ну это абсолютно... Абсолютли рекорд. Абсолютли. Замечательно, замечательно. Правда, немножко тачку разбили, но ничего страшного. Нормально, нормально. Так. Ну давайте, ладно. Дрифт, так скажем, пока что это... О, вот это вот ебалу пройдём. Это, чтобы видели эти джунгли, блядь. Джунгли зовут. Так, ну что, поехали. Это причём обычный гриб, не класс. Так, эви... О, опять эти братья, блядь, на одинаковых эвиках. Помните, да? Они уже нам столько раз попадались. 888... Фу, блядь, 887 сил. Знакомый цивик ещё тоже с самого начала. Ну короче, все тут самые пиздатые пацаны, да, собрались, типа. Ну давайте посмотрим. Так, это я так понимаю, вот эти два эвика, да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ха-ха! А Поршик-то неплохо так стартанул. Сразу всех нагнул. Наконец-то широкие треки пошли, а? Я так соскучился, ребят. Я так устал гонять на этих... Это уже прям, ребят, у нас, смотрите, такие заезды серьёзные. Прямо себя ощущаю играючи какой-нибудь шифт, не знаю ли. Чё-то прям уже тут какие-то гоночки-то. О-хо-хо. Э-хе-хе. Вот так-так-так-так-так-так. Судя по всему, сейчас будет загогулечка такая нехеровая, поэтому тормозим. Не, Порш справляется на 5 баллов. Конечно, что он, ну, уже поднадоел, не будем скрывать немножечко. Но... Деньги вроде есть, но пока их не хочется распределять не туда. Мы лучше сейчас вот купим тачку для скоростных гонок. Я думаю, это будет в следующей серии. И там уже потихонечку, я думаю, придёт время как раз-таки менять тачку для гриппа. Потому что дрифт мы недавно делали. Ну, либо супру будем строить. Да, посмотрим, посмотрим. Как приспичит. Как приспичит, как вы захотите в том числе. Потому что надо обновлять точилки потихонечку, да, двигаться. В принципе, я не скажу, что мы какие-то ошибки сделали в выборе тачек. То есть, я считаю, что мы всё довольно-таки грамотно. И как бы не было той машины, которая... Ну, вот единственное это, блядь, Deo Nexi, а-ля Ford Mustang 2003 года. Это действительно была такая ошибочка. Ну, в принципе, она сильно на наш бюджет не сказалась. То есть, мы как бы, да, потеряли бабки, но покатались зато на мустанке. Ничего страшного, поэтому... Хоть и пришлось его быстро продать. Поэтому вот так вот. Честно говоря, даже понятия не имею пока что, что можно будет взять для гриппа, например, вместо Porsche. Потому что, в принципе, Porsche меня во всём устраивает. Он не в максимальном тюнинге. Но вот следующую машину, которую мы будем брать, это, конечно, уже будет максимальный тюнинг. Всё третьего уровня. И там уже будут серьёзные скорости. Я думаю, что это... Посмотрим, посмотрим. Может быть, вообще какой-нибудь EVIC возьмём. Но это вряд ли. Но, блин, я не знаю. Просто я как-то полный привод не особо хочу брать. Мне кажется, будет постоянно недостаточная поворачиваемость. Мне, в принципе, нравится, как здесь ведёт себя задний привод. Когда я захочу, я могу закинуть жопу. И мне это нравится. То есть, ну, естественно, передний привод брать мы точно не будем. А вот полный рискну я или нет. Полный мы, может быть, возьмём для скоростных гонок. Там, в принципе, пофиг. Там как раз-таки... Хотя, блин... Ну, посмотрим. Я же хотел GTR вообще брать. Не знаю, зачем, правда. Но, типа... Типа он в этой игре впервые вообще появился. Он только вышел как раз, когда вышел просто риф. Концепт ещё тут даже есть. GTR 35-го. Так, отлично. Не, ну тут вообще что-то изи, да, грипп? После наших всяких потных чемпионатов просто, да, на которых реально мы потеем. Здесь что-то как-то... Ну, такое! Финал, блин, Autopolis. А тут, блин, какие-то несерьёзные ребята со мной гоняются. Вообще ни о чём. Просто где-то сзади. Ну и на Porsche их просто вообще... А где Lancer-то этот? 887-сильный. Я что-то не пойму. Там что-то все как-то это так грозно его представляют. Постоянно нам перед гонкой, да? Типа, 887 сил. Типа, всё. А на самом деле он там, мне кажется, едет... По-моему, он сейчас, кстати, промелькал. Там не первый, по-моему, оранжевый вот Lancer-еер. Я не знаю, что у него происходит, пацаны, но чё-то как-то это... Странный тип какой-то. Я говорю, странные ребята. Может, они там подрисовываются лошадки чисто так, чтобы казаться попизже. Требуемое время минус минута и 13 секунд. Даже почти 14. Ну, это нормально? Это нормально, я считаю. Ну, просто. Просто вообще... О чём речь вообще? Как здесь может быть что-то сложное? Так, ну давайте теперь, я думаю, пора уже и к дрифту перейти, да? Потихонечку. У нас тут два заезда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прям... Блин, на самом деле я не люблю резкие вот эти загогулины, когда надо будет на первой или на второй. Я люблю затяжные повороты. Прямо самое сочное. Камара на 770... О, сам Иосиф Судзуки уже на 350Z катается. Вот он! Вы посмотрите, ребят! Самый Иосиф Судзуки. Ну что, давайте попробуем посоревноваться с ним. Так, включаем первую. Прогреваем резину. Ну давай! З-4М. Блядь, конечно... Не знаю, что по этому пламени ещё, конечно, полный пиздец. Так. Ой, как хорошо мы ходим боком. Кто ходит боком по утрам, тот поступает. Мудро! Ой, хорошо! Ой, хорошо... Бля, она сказочная, ребят. Она просто сказочная. Малышка ты моя! Ой, какая умничка! Ой, а вот тут нам хватит? Эй, давай... Ну такое, блядь, вылетел, конечно. Ну, потренируюсь. Я же всё-таки трек-то не знал, трассу. Давай, с закисью и третью. Ну что ж ты, блядь... Ну, что-то куда-то тебя... Нет, вот сейчас вот... Ну, такое. Не особо, конечно. Ну, ладно. И здесь просто... Эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, 2946. Понятное дело, что это первое место. Как бы никто не спорит. Иосиф Сузуки что-то подставил. Блядь, ну, он... Знаете, вот на самом деле, вот мне не нравится, как они сделали очки в дрифте. То есть, ты понимаешь вообще тут 100%. Если ты хотя бы немножко имеешь понятие о дрифте, ну, как бы тебе... У тебя будет всегда первое место. Они могли бы сделать более-менее хардкорных соперников. И как-то, знаете, у них слишком... Вровень 1500, 1232, 1232, 1227, 1213. То есть, могли бы сделать, там, не знаю... Второе место, 2700. Третье место, 2200. Там, четвертое, там, 2100. Как-то у них примерно... Ну, что-то такое вот. Вот в этом плане дрифт. Мне, конечно, никакой конкуренции здесь никогда нет. Просто красиво катаемся, дрифтим и так далее. Давай, старт! Сейчас покажем более-менее. Там надо вот тот поворот на большой скорости проходить. Так, вторая. Заваливаемся. Так. Третья. Ой, какой угол хардкорный. Выпрямился. То ли выпрямился, то ли не выпрямился. Сам не понял. Ну, вроде выпрямился, к сожалению. Здесь тоже, кстати, выпрямился. Что-то как-то, блядь, я разучился, что ли? Вот здесь вот как-то нет. Здесь, наверное, не получится одной этой. Ну, может, ты будешь дрифтить? Спасибо. И здесь тоже заваливаемся. Рано, наверное. Да, зашел? Давай с закисью. Да, рановато немножко я зашел сюда. Но уже получше. Уже какой-то суперскоростной дрифт пошел, пацаны. Уже и на четвертой передаче хера. 4,150. Ну так, траектория не идеальна. Что-то не смог подстроиться пока. Сейчас попробуем третий раз. Но обычно третий раз у меня самый худший. Поэтому, если чё, сорян. Я какое-то говно сделал, да? Вообще непонятного цвета. На самом деле, можно было с такой аэрографией сделать его какой-нибудь кром или карамельно-зеленый, синий. Вот, мне кажется, смотрелось бы довольно-таки прикольно. Сейчас, может, попробуем покрасить, если я не забуду. Бля, тут очки так медленно считаются, пиздец. Так, выпрямился, ну ладно. Зато зашел по траектории хорошей. Ага. Вот здесь как-то надо... А, нет, не получится. Ну да, придется выпрямиться. Сюда на третий заходим. Ну, в целом, зато скорость хорошую держу. О! На четвертой, пацаны! На четвертой иду! Ну, такое прикольно, чё. Уже скоростной такой дрифт. Ну, здесь так и надо было. Я просто изначально трассу немножко не понял до конца. Здесь именно так и надо было. Где-то прям очень скоростная трасса. И то есть здесь именно на скорости такой дрифт постоянный. Так, ну что. И еще, конечно же, дрифт мы проедем. И как раз у нас будет финальный. Так. Вот он. Здесь, кстати, по-моему, будет поинтереснее. Она немножко покороче. И тоже, вроде, относительно скоростная. Затяжные поворотики есть, как я люблю, в общем-то. Блин, вот цвет тоже нормальный. Ну, сейчас перекрасим, наверное, реально. А то как-то получается странно довольно сочетание. Я уже... Что-то опять... Я каждый раз понимаю, что-то вот за 4М как-то не далось у меня сделать нормально в итоге. Какой-то полный пиздец. В совсем каком-то андеграундовском стиле. Только, может, на третий попробуем поставиться? Вполне себе. Тянет. Перекладка немножко поздняя, но нормально. Не, нормально! Очень хорошо! А, это, в принципе, тот же конфиг, только урезанный, да? Здесь на Азоте. И третий врубай. Врубай, врубай. Ну, давай угла. Чё ты? Чё ты стесняешься, малыш? Все свои-то! Ну, чё ты как-то... Угла там, хирак с ручничком и нормально. Чё там, Иосиф Судзуки? Ну, блядь, не тащат. Я так и не понимаю, почему так ему много внимания уделяли? Что он в итоге просто бот, который появляется раз в год. И вообще, как бы, особо никакой конкуренции нет, не представляет. Так, ну давайте. Я думаю, 5500 надо набрать, да, пацаны? Всё-таки на третий тут надо заходить. Хорошо. Давайте прямо сейчас, смотрите, красиво и сочно. Ой, как хорошо. Ой, молодчинка. Молодец! Какая сосочка! Давай вторую. Нитродрифт. А где нитродрифт? Ну, 5.059. Ну, чё-то как-то... Если бы нитродрифт засчитали хотя бы, было бы уже лучше. Ладно, 5500, это я, может, погорячился. Хотя у нас есть третья попытка, но... Не знаю, будет ли она успешной. Ну, красиво, согласитесь, красиво. Вообще, в целом, мне нравится, как идёт Z4M. Такая миниатюрная капсула, которая валит. Ну, ка... А, вот, давайте тут уже туда, нитродрифт. Там, в принципе, не очень, конечно, перекладка, но... Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну, 5138. То есть плюс-минус. И мы опять играем в любимус. Как говорится, да, поэтому это... Нормально, нормально. Так, нет повреждений. Всё. Так, ну чё, финал? Красавчик урывается, смотрите. Вау, боком давай, раздавай тут. Чё-то... Короче, Сриптонит сказал, что... Чё-то там не серьёзно. Тормозная система для ЧВЛ и СС. Спасибо, конечно. Не самый лучший выигрыш. Супер промоушен, пацаны. Я так понимаю, это нас сейчас ждёт... Это самое. При Skyline GTR 34? Или Viper? Viper! Ха-ха! Для скоростных гонок! Бля! Вариант! Вариант, пацаны! Чё думаете? Пишите в комментарии, потому что... Я думаю, что мы этим займёмся завтра. Да? Ну, правильно будет сказать, завтра. А мы отправляемся... Как? Чего? Токийский порт! Ничего себе! Вот это интересно! Интересно! Блин, хочется, знаете, на самом деле, уже новый дрифткар построить. Я понимаю, что я, наверное, псих. Но, с другой стороны... А что мне мешает это сделать? Тем более, если Viper мы выиграем. А у меня 190к. Бля, пацаны. Простите меня за то, что я такой дрифтер и меняю так часто тачки, но... И я знаю, что я её выиграю. Куда-нибудь присунем её. Тем более, мы её выиграем ещё не скоро. А нам нужно дрифтить. У нас чемпионатики. Поэтому, ребят, быстрая постройка. Сейчас всё будет. Так. Бля, хочу сделать мясо прям. Так. Ачка С. Сейчас RX-у прям сделаем сочную для дрифта. Так. Би-эн-би... Би-эн-эм. Хороший ход не BMW. Так. Надув. Ачка С. Пошла жара, пацаны. Подвеска. Куп. Так. У нас уже бабки кончаются, но это нормально. Ээээ. Слушайте, на самом деле, тормоза... Я... Ну, блядь, я не знаю. Мне кажется, ничего не дают, поэтому давайте первого. Они нам особо не нужны, типа. Ну, серьёзно. Ну, типа... Ну, они нужны в дрифте, понятно. Но я думаю, что это не особо сыграет роль. Третьи покрышки. Тоя. Так. Закись азота. Один баллон нам вполне хватит. Вот и мои бабки улетели практически. Кузов. Давайте самый пиздатый. Ну... На самом деле... На самом деле... Вот этот вот. Так. Нет, слишком как-то, блядь, сурово смотрится ужасно. Просто по красоте я хочу сделать. Конечно, обвесы такие спорные. Очень спорные. Так, ладно. Допустим, как-то так. Задний бампер. Всё одинаково регулируется. Всё одинаково... Блядь, текстурки пиздец. Стоп. Я опять не посмотрел на это. Спереди тоже? Блядь, надо эту губу нахуй прикрыть тогда. Не, ну, в целом, мне вроде не это. Не беда, да, с текстурками особо. Поэтому можно ещё потерпеть как-то. Ну, как-то так, допустим. Так, ладно. Капот можно карбончик поставить. Причём стоковый карбон. Спойлер. Да, я думаю, что лавочку нужно. Пусть это будет... Да вот это вот. Пусть будет самый нормальный спойлер, на самом деле. Как по мне. Её сделаем повыше. Чуть-чуть наклоним. И широкий. Ну, по-моему, слишком. Вот где-то, наверное, 70. Ну-ка, посмотрим. Сложно подобрать. Опять же, повторяюсь. Но... Да. Я думаю, что я угадал. Так. Воздухозаборник. Нет. Насадка на глушитель. Блядь, видеть бы ещё её. Спасибо, конечно, но... Блядь, как же тут тупо устроены некоторые вещи. Это... И что... А, её просто нет, да? Мм. Ну, я обожаю обвесы, вы просто видите. Здесь нет... Будем похуячить без глушителя. Ладно, мы только сэкономили бабок. Каркас, не пожалею, поставлю первый. И гоночную сидуху даже воткну. Чёрную. Так, теперь самое интересное это стайлинг. А, нет, ещё, конечно же, диски. Кстати, можно поставить, наконец-таки, разные какие-нибудь. Всё-таки на RX-7, я думаю, это будет не проблема. Вот эти хочу спереди. Побольше. 22. Вот так вот. Прямо сразу подобрал. Смотрите, на RX-7 это сделать проще. И задние хочу какие-нибудь другого рисунка. Ну, например... Я даже не знаю, какие. Сейчас, мне кажется, мы тоже быстро подберём. Ну, не ББСы, опять же, да? Ага, драговые. Это как тот чувак на Сильвии, который не определился. НКи. Да, НКи поставим. Как они сочетаются, правда, я пока особо до конца не понял. Так, как они сочетаются? Блядь, они похожи. Нет, подождите, не хочу НКи. Они что-то как-то похожи друг на друга. Что-то надо другое. Так. HRE. Ну, блин. Блин, понимаете, тут просто, видите, постоянно большая полка у дисков. Мне это, на самом деле, это, конечно, прикольно, но когда постоянно полка везде, на каждом диске, это немножко раздражает. Не знаю, как у вас, друзья, но меня действительно подбешивает. Так, какие надо? Опять же, с этого ракурса нихуя непонятно, что там идет или не идет. Можно суперлегеру поставить, кстати. 25-е. Ну-ка, как выглядит? Просто чисто для разнообразия. Ну, прикольно вроде. В целом, разный стиль. Так, ну, теперь стайлинг. Краска. Хочу ее сделать яркой. Даже, может быть, какой-нибудь хамелеон. Ну, кстати. Ой, хороший цвет. Ну, это опять же голубая лагуна какая-то. Вот, типа такого, может быть. Прикольно. Изумруд. Да, мне нравится. Так. Диски потом покрасим. Еще, конечно же, надо нанести не наклейки, а именно аппликации. Я думаю, что-то подберем сюда. Камуфляж. Кстати, можно было в камуфляж, но не хочу. Особые. Давайте посмотрим. Чисто, я не знаю, куда-нибудь отмотаем, чтобы подбирать что-нибудь. Блин, конечно, на хамелеоне тут будет смотреться все довольно-таки, так скажем, экстравагантно. Но, я думаю, что мы что-нибудь сейчас подберем. Если будет что-то прям совсем годное, придется тачку, конечно, немножко перекрасить. Ну, не хотелось бы. Ну, такое. Ну, типа, как-то хочется, наверное, что-то более... Да, Toyota на Mazda это сильно. О, это что такое? Что это за стиль бешеный такой? Не-не-не, ой-ой-ой. Это уже какой-то реально пошел этот андеграунд. Нам нужно что-то просто такое боевое, дрифтовое. Может быть, какие-то номера, потертости, еще что-то. Так. Что, блядь, за рыба? Рыбку, может, сделаем, пацаны? Как думаете? Ну, это тоже что-то непонятное для дрифта. Хочется именно там номера, какие-нибудь, знаете, спонсоры, чтобы были. Такого плана. Тут, в принципе, есть такие аппликации. Сейчас мы их найдем. Ага, улитку, блядь. Опять GT500 пошли. Так, кривые какие-то непонятные винилы. Вообще, у нас самый стильный, я считаю, из всех вообще тачек, которые мы делали, это был финик. Вот он прям смотрелся, мне кажется, заебись. Он мне нравился во всем, во всех, во всех планах, во всем плане. Как правильно-то пробудет сказать. Ну, что за одинаковые винилы. Ну, давайте что-нибудь годное можно уже найти. Так, это самые, а, вот это самые крутые пошли. Которые вообще непонятно, что тут. И показано вообще, ничего не меняется просто. О, Race Boy, пацаны. I am Race Boy. Кстати, прикольно. Ну-ка, стоп. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что-то уже какая-то отсылочка пошла к этому. К тачке RX-7, которая на обложке и так далее, в заставке. Бля, я хочу быть Race Boy'ем, короче, пацаны. С вашего позволения, я стану Race Boy'ем. Гоночный мальчик. Да, гоночный пацан. Просто тачка гоночного пацана. Вот так я назову. Так, диски. Спереди пусть будут белые. А сзади пусть будут какие-нибудь, ну-ка, если сделать темно-зеленые какие-нибудь, может быть. Как стиль такой. Типа необычно там вся хуйня. Ну, блин, на самом деле, если бы они были белые-белые, смотрелось бы пизжи. Давайте я, наверное, покрашу их одинаково. Потому что белый реально очень классно смотрится. Ну-ка, прям сочетание белого и такого из... Блин, не знаю, мне нравится, ребят. Смотрите, как вам. Сейчас бы в прошлой серии привести в чувство Z4M. И в следующей серии уже построить новую машину. Race Boy, блядь. Ну, ладно. Не, мне нравится, ребят. Не знаю, вроде получилось ничего. Так, ну осталось ее как бы типа оттюнинговать. Нам нужно клиренс, чтобы она смотрелась по пизже. Посадить ее. И, собственно, здесь, как меня учили, просто все на максимум, чтобы добиться максимальных лошадей. И получаем мы с вами следующее, друзья. Обновляем конфигурацию. Встречайте новый автомобиль. И, в общем-то, здесь у нас получается описание конфигурации. 657 лошадей. А здесь у нас 510. Друзья, вы чувствуете, чем пахнет? Пахнет очень-очень-очень крутым дрифтом. Чем мы сейчас и будем заниматься в токийском порту, друзья. Беру RX-7, запасную Z4M. Кстати, как у них там по... 2, 2, 3. Управляемость у RX-7 больше, аэродинамика меньше. Мощность больше. Блин, я думаю, друзья, она сейчас будет ебашить. Ой, я не знаю, как она будет дрифтить, но что-то вот мне прям приспичило RX-7 для дрифта сделать. И я надеюсь, не зря. Поехали, друзья, начинаем. Все. Сейчас просто, друзья, должны посыпать... Йо-хо, супер, 808 сил. Вот как он сделал Хитоси Мориэя, блядь, 660 сил. И оси Судзуки тут, кстати, на 350Z. О, господи, Камара. Ну, удачи ему, что я могу сказать. Так, пацаны, первый заезд. Сейчас я ничего еще не знаю. Просто фулл тюнинг. Фух, ну давай, RX, не подведи. Надеюсь, это было не зря. Ух, как оно цепляется. Ничего себе. Ну-ка. Так. Я, типа, подождите, я... Да, давайте отремонтируем жетон. Я... Подождите, я либо очень хуёво зашел, либо я очень привык с Z4M, потому что она вообще не переложилась сейчас. То есть я ее пытался переложить, сделать перекладку, а получилась какая-то ебала. Подождите, я что-то не пойму. Это я такой дебил или... Мне нравится, как она цепляется. Она очень зацеп хороший имеет. Я не знаю, это хорошо или плохо. Что-то я не пойму, пацаны. Подождите, блядь. Она очень какая-то стойкая. Такое ощущение, что она, блядь... Блядь, подождите. Я сейчас вообще нихуя не понимаю. Подожди, подожди, подождите. Блядь, я, конечно, не... Нет, она, конечно, дрифтит, но я вам могу сказать так. По первым впечатлениям, Z4M дает... ...больше эмоций. Ну, да, эта тачка мощнее, но у нее какой-то адский зацеп. Я не понимаю, с чем это связано. Такое ощущение, что я еду просто в обычной гонке, а не в дрифте. Я не знаю, ребят, как это объяснить вам. Ладно, про короткие передачи я молчу. Это дело настройки, так скажем. То есть вот сейчас я понимаю, что она, типа, тогда-то она будет сноситься, тогда она не будет сноситься. Она ведь... Ну, мне... Честно, она сложнее в управлении и в дрифте, чем Z4M. Либо я что-то не понимаю, блядь. Либо она действительно, ну, типа, не такая уж и пиздатая, как... Я, правда, не помню, говорили, что она пиздатая или нет. Ну, типа, да, к ней можно придрочиться, понятное дело, но... Я одни восторги, ребят. Я немножко расстроен. Вот Z4M прям подарила мне эмоции. Я понял, что, блядь, вот она... Она легко перекладывается. Она постоянно заносит ее, то есть прям ее вытягивать в одно удовольствие. Здесь я имею какой-то адский зацеп. Она, знаете, как будто говорит, бля, типа, чувак, по-моему, я хочу лучше поехать прямо. Ну, типа, я вроде мощная, но я поеду прямо. Ну, короткие передачи. Ладно, я привык, что там, где я ехал бы на Z4M, на второй я еду. Ну, вот что, блядь? Вот как-то она не контролируется совершенно. Я сейчас здесь на Z4M. То есть она очень долго, валка перекладывается. И не нужно говорить, что дело в настройке, пацаны. Потому что Z4M у меня вообще не настроен. Это все формальность. Мы уже поняли по прострите, что, как бы, в том же дрифте это 100% будет формальность. То есть, ну, блядь, это не решит ничего. Какие-то доли там вот по подвеске что-то. Да, типа, мы сейчас проставим передачи. Ладно, к передачам я привыкнуть могу или поменять. Но вот чисто касаемо подвески, я 100%, блядь, уверен, что ничего не поменяется. Ну, хер знает, ребят. Я, наверное, при вашего позволения сейчас буду чередовать эти машины. Потому что я реально, вот, понимаю, ну, получаю больше удовольствия на Z4M. Она прям как родная. Она малышка такая прям. Вот смотрите, вот даже вот сейчас вот для сравнения, да, как я выступил на RX-е. Смотрите теперь на Z4M. Z4M. Давай, покажем наш старый дрифт с тобой. Правда, я трасса не знаю, но это... Да, она не цепляется. Смотрите, и сразу она просто, она говорит, блядь, Санёк. Ну, я не знаю трассы. Подождите, ну, серьезно. Ну, она типа, вот даже видно это, что она типа готова ебашить. Правда, блядь, хуйня какая-то. Ну, я трасса сейчас, подождите. Вспомню. Ёпта, она совершенно просто по-другому, блядь, ей. Я вот сейчас опять привык к RX-7 и понимаю, что... Её просто нанесёт куда-то, вот знаете, как BMW реально. Вот по своей волне, но как-то это более даже привычно. Я не знаю, как объяснить. Вот давайте сейчас ещё раз. Так, у нас тут не первое место. Вот смотрите, сейчас я, в принципе, трек понял. Трассу, да, конфиг. Смотрите сейчас, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Как можно за четырем здесь проходить? Они совершенно разные, просто во всём. Ну-ка, смотрите. Первая, разгоняемся, вторая. Ставлюсь. Ну что ты, блядь, ну... Какую-то хуйню, да, творю, пацаны? Сорямба. Блядь, шо я... Я не знаю, почему у меня в порту не получается. Если там кто сейчас случайно открыл эту серию и думает, что я как нуб дрифчу, можете открыть предыдущую серию, я там нормально наваливаю. Не знаю, что происходит. Я просто чё-то как-то в порту у меня, видимо, не заладилось. Ну, я вам отвечаю. Ну, не знаю, я, конечно, понятное дело, что пока рано судить там полноценное RX-7, но первое впечатление, оно всё равно же есть первое впечатление. От Z4M я в любом случае сразу кайфанул, а от RX-7 чё-то как-то пока не совсем. Так, снова мне диски кто-то красят. Вот. Ну, ладно, дрифт, он и есть дрифт. Как-то здесь вот, конечно, хитрый поворот. Вот здесь как раз RX-7 нужна была. Она тут зацеплилась бы и разогналась уже. А я... Видите, не могу на Z4M здесь уместиться в один заход. Киз-зэ-вол. Или пародия на него. Перекладка. Так, эта машина, на самом деле, себя из Z4M сейчас ведёт нас... Ну, может, я, конечно, дурак совсем, но я только что записывал предыдущую серию, где я нормально наваливал. Я таких трудностей не испытывал. Может такое быть, что в порту, блядь, трасса чем-то промазана, а не тем? Я не знаю, как это объяснить. Я вообще, смотрите, набираю какие-то смешные очки. По сравнению с тем, что было до этого. Ну, ладно, первое место всё равно есть, конечно, с натяжкой. Ну, ладно. Ладно, допустим. Так. Значит, дальше. Здесь давайте возьмём RX-7. Хотя давайте смотреть по трассе. Вот мне кажется, что здесь как раз-таки надо брать опять Z4M, друзья. Будем таким образом смотреть. То есть, ну, как бы по поворотам. Вот здесь мне кажется, что... Именно нужна Z4M. Сейчас попробуем. Потом уже на RX-7 всяко сейчас выкатимся. Затяжной поворот спереди. На спуск нас сейчас ждёт. Давайте попробуем. Как будто реально здесь, блядь, чем-то намазано трассой. Я реально не прикалываюсь. Что-то как-то на треке было удобнее, нежели в порту. Так, берём третью. Постановка я хрен знает, ребят. Чисто рандом, потому что я не знаю. Опять же, первый раз еду по этому треку. Но, судя по всему, очень удачно поставился. Угадал. Перекладка не суперская, но в целом нормально. Блядь. Ай-яй-яй. Сори, амба. Сори, амба. Ну, зачем вот такие длинные прямые участки делать? Тоже не особо понимаю. Здесь у нас тоже затяжная. Да, ну здесь понятно. Да здесь, в принципе, и RX-7 бы справилась. Это и так ясно. Ну. У Z4M не хватает мощности. У неё хуже зацеп. Она готова скользить всегда. Я не знаю, как по-другому это объяснить. У RX-7 у неё есть зацеп. Это, наоборот, мешает. Она очень странно перекладывается. У неё больше мощности. Это чувствуется. Это видно. Ну, то есть, две разные машины. Типа, я не знаю, ребят. Пусть пока будут, конечно, обе. Но вот всё равно как-то от RX-7 у меня впечатления не супер положительные. Так, третья. И где тут постановку? Вот тут, наверное, постановку делать, да? Да. Так, хорошо, 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 хорошо. Хорошо, тянем ручником. Вторая. Перекладка. Тихо, тихо. Тут, главное, далеко не это. Потому что, да, да, да. Хорошо. Хорошо. Блять. Ну, такое. Ну, такое. И... Ну, здесь, типа, всё понятно. Ой. Ну, не знаю, ребят. Я, честно, как-то пока что даже и не понял, блять. Честно, вообще что-то запутался. Вот прямо сейчас для меня как-то... Прям... То ли мне, блять, просто в порту не нравится и вообще не получается у меня дрифтить. То ли что, вообще непонятно. Какая-то ерунда происходит, честно говоря. Ну, давай. Поехали-поехали-поехали-поехали. Уэу. Уэу. Вот это мне нравится, конечно. Тут поворот... Блять, капот бы сейчас отлетал. Вот это, конечно, классная шпилька. Прям вообще. Здесь прям... Ой, кизывальчик какой, пацаны. Ну, тут прям... Ещё давайте один... Не, ну, тут уже. И перекладочка. Аккуратно. Не вылетаем. Бум. Нормально. Бум. И здесь... У нас закисли. Почему нитродрифт не дают, я так и не понимаю. И почему так мало очков вообще прибавляется в целом, тоже не особо понятно. Всё. Ну, как бы первое место-то есть, но очки не супер-пупер много. Мы заработали очков. Так, ладно, допустим. Конечно, я сейчас немножко так в каком-то тумане нахожусь, потому что не особо понимаю, что происходит. Шесть пятьсот всего лишь? Чё так мало-то? Давайте посередине выберем. Жетон. Окей. Продолжить уикенд. Так, давайте RX-7 возьмём. А, тем более, опять же, тут же, но, наверное, в другую сторону, я так понимаю, да? Нет, давайте починим машину. Давайте починим все тачки. Ремонт автомобилей. Так. За жетон, за жетон. Отлично. Заезд. Так, вот этот, да? Заезд, RX-7. Поехали. В другую сторону, да? То есть, типа, сейчас вверх нам надо будет дрифтить. Я правильно понимаю? Нет? Точно так же? Так, интересно сравнить, друзья. Сколько у нас? Три сто был рекорд, да? То же самое же, по-моему, да? Давай, RX-7. Бля, она, конечно, роет. Смотрите, как она цепляется, а? И всё, и зацеп словила уже. Охренеть. Так, а здесь, я так понимаю, это будет... Нет, тоже третья. Нет, четвёртая. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Немножко хуже. Я думаю, что это и так видно невооружённым взглядом. Здесь надо очень часто поджимать ручник. Ну вот, чё ты не перекладываешься? Я не понимаю, как её пока перекладывать. То есть, ну, действительно, она как-то... Ну, да, очков побольше, кстати, мы набрали. Но она совершенно... То есть, вы видите, вот просто... Вот как раз сейчас нам идеальный контраст. Вообще, да? Разные машины, блядь. По-разному вообще заходят. По-разному дрифтят. По-разному... Это как-то, я не знаю, читерская какая-то дрезина, блядь, которая держит пиздец. То есть, она... С одной стороны, я не знаю, это хорошо или плохо. Нужно что-то более среднее. Ну, вот, смотрите, как она так цепляется. Помните, сколько шлифует Z4? И как вообще вот эта тачка? О, какой угол. Блядь, переборщил. Она сразу, сука, выпрямляется, понимаете? Вот шо, блядь, вот шо с траекторией-то вообще? Чё она, блядь, так это... Так, ладно, ладно, тихо. Не ною, не ною. Я не ною, я просто рассуждаю. Я всем доволен, я всё равно первый, как бы. Я просто, как бы, это рассуждение вслух. Поэтому, пацаны, если там кто думает, что я ною, я не ною. Просто делюсь с вами... Своими впечатлениями от тачек, на которых пробую кататься, как говорится. 310. Не самый идеальный заход в первый поворот, конечно, вы это видели, в принципе, сами. Будем исправлять сейчас. У нас есть ещё попытка. Может быть, надо было вообще для прикола построить маслкар какой-нибудь для дрифта? Блин, вот я не помню, вот когда мы соревновались с пацанами ещё очень давно в дрифте. Я всё жду, кстати, эту трассу, о которой я вам говорил, помните? Есть вот одна трасса, моя любимая, где мы как раз... Долго, я помню. Я её дрочил, чтобы пройти, там, набирал, по-моему, 1015, что ли, очков. Могу ошибаться, может, 12, но там больше 10 точно. И, короче... Я там тоже подбирал машину. Было по условиям просто набрать большее количество очков. Естественно, по стеночке вся хрень. Но, типа, блядь... Ой-ой-ой. Ну, я вам говорю, друзья, чё-то я... Как-то, как-то рыкся не моё, короче. И, короче, я помню, что я перепробовал очень много машин. И вот, видите, прям осталось в моей памяти, как какая-то машина, на которой мне нравилось дрифтить. Это действительно так. А вторая, то ли это Хачароку, то ли это GTO Pontiac, именно, который последний. Ну, как последний, год 2004-го. Который... Короче, не знаю. Так, здесь я не знаю, на чём. Давайте на Z4. Будем просто чередовать. Так, ну, здесь... Ну, по мощности-то понятно. Ладно, тут не важно. Так, это сам Yosie Suzuki, я так понимаю. Всё, у нас остаются две гонки, получается, в этом чемпионате, в уикенде. И мы с вами, красавчики, прошли очередной уикенд, посвящённый дрифту. Так. Ну-ка, давай-давай-давай. Вы видите, как оно? Просто, ну, вот просто контр... Что-то мощности маловато. А, это, сука, опять этот трек! Да я чё, прикалываюсь? Почему я не пос... Блядь, я идиот. Просто идиот. Почему я не взял сейчас RX-7? Блядь, короче, друзья, я делал... Я сам себе сделал хуже, знаете почему? Потому что я привыкаю к одной машине, беру другую, и в итоге езжу охуево на обеих. Гениальный человек, просто гениальный. Ну и чё там у меня вообще? Какое место? Последнее? Нет? Вот это я, друзья, да, красавчик вообще. Вообще просто, блядь, Булкин скатился в ноль. Ой, ладно, так. Давай зацепись, вот здесь RX-7 нужно на самом деле. Вот здесь вот, вот здесь нужен разгон, сука, вначале. А я не могу, потому что у тебя зацепа нет. Просто пиздец какой-то происходит, пацаны. Ну куда ты едешь, блядь? Ну, Z4M, ты-то меня, пожалуйста, слушай. Мы что-то вроде это, братья. Это, давно знаем друг друга. Мы давно дрифтим. Что ты творишь-то со мной? Так. Перекладка. Ну, сейчас точно будет первое место, понятное дело. Ещё бы, блядь, я проебал где-нибудь. Это было бы для меня... В дрифте проебать я себе не могу позволить, пацаны. Серьёзно. Всё, что угодно, но только не в дрифте. Вот, 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 вот прям 100% вам говорю. Буду делать всё возможное, чтобы победить, но... Дрифт не дам. Но так как я езжу, сейчас это, конечно, кошмар какой-то. Я не понимаю, у меня в порту не заходит дрифт, серьёзно. Я прям не особо доволен этим уикендом. Потому что... Ненавижу, сука, этот пав... Блядь, куда, ёбаный баран? Блядь, шо вообще я творю, пацаны, это пиздец. Стыдно, блядь, стыдно просто, стыдно. Ну ладно, бывают в жизни ошибки у каждого. Поэтому... Да, в принципе, можно уже, блядь, всё, уже и так запоролся поворот. И тут, как бы, похер вообще. Как я проеду? Уже и так есть первое место, как бы. Во, какая перекладка! Нихуяси, какой киберспорт! Что, это скупером творится? Я не знаю, блядь, что скупером творится. Как-то не заходит в него дрифт, блядь. Ну что, последний остаётся, да? Лидер 13 тысяч. Ну это супер, конечно, но... Угу. Приск, казаки, сезон, лирекси. А, понял, откуда мощность у пацанов, у тех. Он тебя спросил, почему RX-7, но мощнее? Ёпта, вот как, я не знаю. Ну давайте RX-7 предположу, что нужно взять. Потому что... Судя по тому, что там сразу надо где-то заходить. Нам нужен зацеп. Да, это, видимо, закись азота даёт дополнительную лошадку, получается. Так, ну чё? Всё, хватит это. Надо показать настоящий дрифт. Давай, отмашку, и я поехал. Так, вау-вау-вау-вау-вау-вау. Какой зацеп... Бля, как она стреляет с места, а? Так, как тут вообще? Что? Что, как тут? Как тут что? Как тут что, пацаны подскаж... Ну что, перекладывайся? Ну всё, вот на самом деле уже всё. Привык, блядь, Акси. Ну ты можешь, блядь, перекладываться тогда, когда я хочу этого. В чём проблема-то? Машина, блядь. Что тебе вот нужно? Вот этот поворот уебанский вообще. Здесь мало того, что ты идёшь по своей траектории, вот здесь очки вообще не... А, уже считает. Просто до этого не считала. Это ещё кричит, блядь. Да я жму, блядь. Выпрямляется, когда хочет. Ну серьёзно, слишком она какая-то, блядь, вот... Ну зачем? Ну зачем это всё? Её должно носить вообще всегда! Иосиф Сузуки, там, на 350Z не устал уже кататься. Рейсбой, блядь. Ну, я ожидал всё равно лучшего. Я прям думал, это такая имбовая какая-нибудь дрифт-тачка, на которой можно там творить какую-то неведомую хуйню. И, типа, там, закладывать, перекладывать её, типа, ещё лучше, чем Z4M. А у меня такого впечатления пока что всё равно не сложилось о ней. То есть, как бы, да, она прикольная. Мы сделали её мощной, вся хуйня. Но, типа, сказать всё равно, что она мне больше нравится, чем Z4M, я не могу совершенно. Ну ты можешь... Вот что ты, блядь, делаешь? Вот что, блядь, ну что ты, блядь, делаешь? А, может быть... Ну, перекладывайся. Давай, давай, вот именно, ну давай же. На пятой бы сейчас дрифтить. Да она уже всё за цепь ловит, я не знаю. 3873. Ну, первые места везде, но меня не удовлетворяет просто само прохождение поворотов. Мы, может быть, пройдём этот уикенд заново, когда у меня будет что-то ещё для дрифта. Я, друзья, тогда у вас хочу совета. Всё-таки, на ваше усмотрение, по вашему мнению, и вообще по мнению всех, кто играл в ProStreet, какая тачка здесь самая охуенная для дрифта? Я видел, что писали Хачаропу, но я помню, что про ИРК-7 тоже писали. А может быть и нет. Вот надо Хачаропу попробовать. По-моему, про Хачаропу точно писали. Это было бы тоже, на самом деле, интересно. И, блин, всё-таки GTO мне не даёт покоя. Вот почему здесь очки не считаются, где я сейчас был? Просто как-то странно, видите? Про Z4 у меня в памяти осталось, и она действительно казалась неплоха. Поэтому хочется также попробовать ещё и GTO пантеак. Вдруг он тоже здесь неплох. И Хачаропу. Вот эти две машины, которые я попробовал. Ну что, первые места. Всё отлично. Всё прошли. Всё, да? Всё, выход из этого, да. Чиним за жетоны. Всё, ребят, спасибо всем за просмотр. В общем-то, я немножко, конечно, опечален. Но хоть мы и прошли. У нас остаётся, кстати, всего лишь вот это вот. И нас ждёт уже Аки Кимура. Поэтому надо сделать так, чтобы у нас ещё другая машина появилась перед тем, как мы сюда пойдём. Вот. Так что будем с этим разбираться. Всё, ребят, спасибо всем за просмотр. Ждите серию завтра. Поддержите, пожалуйста, эту лайком. Подписывайтесь на канал, что это впервые. Комментируйте. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok